итак приветствую друзья и гости канала всем огромный привет и сегодняшний видеоролик наверно будет больше для тех кто занимается сфере продаж у кого есть заблуждение у кого есть всякие свои тараканы в голове я постараюсь на своем личном опыте на опыте своих коллег объяснить вам специфику продаж на что стоит обращать внимание на что не стоит может быть видеоролик сразу говорю для тех кто никогда в продажах не участвовал ничего вы можете выключать вот например сегодня к видеоролику в сегодняшнему утру когда я рассказал как я вчера съездил в салон exit это у нас в сочи на кипарисовой и соответственно захотел я пройти тест-драйв вчера со своей женой чтобы посмотреть lexus rx ой lexus x it rx нравится мне не нравится и понять стоит покупать или не стоит спали урну я как-то взял и решил купить ни с того ни с сего думаю пускай будет думаю сжать не просит и стоит тем более с апреля месяца цены на автомобиль поднимутся думаю ладно возьму согласовали мне хорошую скидку в общем все сделали ну теперь думаю не буду же вслепую да и вот например я приехал рассказал что-то мне как бы проигнорировали и там подобное и один из моих подписчиков написал написал так тот кто приехал в салон с китайскими автомобили на парше не купит китайский автомобиль такие выводы сделал менеджер этого салона поэтому и не хотят на вас тратить время риэлтор если знает что не потенциальный покупатель тоже свое время тратить не будет и давайте теперь поговорим вот на эту лютую тему да по поводу времени по поводу того как бы куда ты приехал как ты приехал и так далее попробуем во всем этом разобраться правильно и вам интересно и мне интересно тоже им пройдем по интересным местам прекрасному городу сочи и покажу вам в то же время те локации которые я считаю идеальный подход если вдруг вы хотите себе купить дом если вам нужно тишина спокойствие так далее мы по этим всем местам пройдемся потом я уже сделаю второй видеоролик где я сниму дома ну которую я рекомендую если вдруг у вас бюджет на покупку 30-35 миллионов рублей ну серьезно говорю покажу разные дома абсолютно покажу примерно одинаковую локацию все обычно хотят поближе к центру но сейчас не про это по поводу того что приехал на porsche каене и выбирать себе китайский автомобиль ну смотрите ребят тоже заблуждение большое например если мы возьмем с вами моих знакомых у меня есть человек который живет в доме за 180 миллионов рублей я недавно этот дом снимал и наверное сейчас обновлю информацию через две недели и этот дом он сейчас продает на соответственно человек всю жизнь проездил на японцев потому что с красноярска потом соответственно переехал в сочи он купил себе mercedes gls новый бензиновый хороший но живет так как на мацесте и приходится очень далекое расстояние преодолевать непонятно куда и да и некомфортно там все-таки дорога узковатая все и он буквально там четыре месяца назад взял и продал gls четырех годовалый и вместо gls mercedes да потому него топовая комплектация была все как как вы любите он купил себе манджаро до джили манджаро он купил себе зам за четыре с половиной миллиона рублей мы с ним вместе пересекаемся в бане и ничего страшного вот железо взял пересел на манджаро нужно было размер чуть-чуть поменьше и нужно было чтобы расход был меньше и при этом чтобы меньше думать про свой автомобиль чтобы легче было парковаться потому что то он то его жена отвозит ребенка в школу а в школу на секундочку он каждый раз преодолевает по 15 километров в одну сторону и он как он себе купил хотя он не бедный человек ну сами представляете дом не имеется все много путешествует много летает совсем недавно он летал на рыбалку на вертолетах на все остальное где рыбалка ему обошлась в 600 тысяч рублей просто съездить на рыбалку 600 тысяч ну сами понимаете что далеко не самый бедный человек но он купил себе китайца и ничего страшного нет и пока у него негатива именно китайские автомобили пока никакого нет вот как бы так теперь следующий момент по поводу того что приехали на парше и там подобное ну я приехал на парше ну и вы же видите я хожу в простой обычной одежде я не выкабучиваюсь меня нет всяких там сумок ловитон они есть у меня такой дома потому что они даром не нужны обычные часы там никакие не бириллианты ничего просто для спорта которым не нужны ну и в принципе вот как бы все но 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 есть конечно такое большое заблуждение у многих продавцов без разницы продаете вы телевизор и продаете вы не за этом вещи или вы продаете у нас автомобили либо продаете недвижимость что иногда встречает у нас безграмотные продавцы по одежде ну и конечно же есть еще один момент когда у нас продавцы могут делить с кем нужно работать с кем не нужно работать соответственно по поводу того как я работаю тоже я вам дам ответ в далеком 2011 году когда я еще перебенчался на приоре приора который всех порвет тот момент до этого у меня было и шкода fabia и рено логан был и опель фронтера был душный джип все и как-то я с автосалона купил себе машину в кредит именно ладу приору белую которую всех порвет но 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 покатался буквально там полгода и более-менее расклепался сразу почему так пришлось да причем у меня был заработок более-менее нормально там до 100 плюс и купил я приору за 360 тысяч я помню почему да почему никто другой автомобиль ответ был очень прост я строил себе дом и у меня дом съедал все у меня себестоимость дома даже ворске то перевалило за семь с половиной миллионов рублей когда я еще считал да посчитал сколько уже потом уже страшно стало считать и соответственно просто так деньги туда уходили сами посмотрите да если например посмотреть я мало того что зарабатывал 100 тысяч это моя премии были я там выиграл 3 skoda fabia за то что продавал телефону fly я выбрал автомобиль номиналом в 600 тысяч рублей за то что я продавал samsung я получил номинал в 500 тысяч рублей за то что я продавали там ну самое большое количество аксессуаров и тому подобное в общем все это я продал потом и машины все единственно что я одну машину взял и подарил отцу купил да и подарил отцу почему подарил skoda fabia потому что я все свои skoda fabia продал кто созвонил со своим другом диной который работал в новосибирске и соответственно тоже выиграл машину у него машина стояла я уже все свой продал у меня все деньги были в как бы вложены в дом я дом все докладывал я не хотел дом строил 10 лет я сполирую дом под буквально построили за полтора года но потом надо было еще с кредитами всем остальным нужно было еще как-то ну жить и когда я свою машину продавал по триста тридцать тысяч рублей skoda fabia да это база и плюс была кондиционер там весла везде были да там стеклоподъемников даже даже не было потом я уже сам их ставил стеклоподъемники и все и с другом поговорил и друг говорит давай я продам говорит тебе машину я ну давай плюс еще 2008 год начинался кризис и так далее и он там что тоже там подсел сейчас в спойлерной думаю мой друг живет сейчас в сочи не пришел ко мне на день рождения но приходил ко мне на свадьбу в общем созвонились и я поехал и купил у него машину skoda я skoda свои продал по 30 30 тысяч и вложил в дом отцу я купил него за двести пятьдесят пять тысяч получается я отцу взял машину она была беспробежно без ничего она даже в белой пленочке была там и я купил купил поэтому могу сказать что отцу я дал машине ту которую мне подарили а ту которая купил за живые деньги ну вот как бы так ну и соответственно когда я более-менее стал уже разгребаться все и в один прекрасный момент я приехал со своей подружкой помню тот момент там я стане встречался в оренбурге в оренбурге приехали в салон nissan и соответственно в салоне nissan мы взяли и как бы случайно я посмотрел на nissan qashqai nissan qashqai был черно-черном все я думаю цена космическая была хоп смотрим а цена 840 тысяч в принципе прикинул в принципе нормально нет тот момент приехал было там на легке был спортивных красных штанах у меня любые мои были adidas какая-то куртка все я приехал потому что был был мой выходной и еще там был к тому же тренинг и тренинг был на природе но жестко все было я захожу в автосалон вот такой одежде все я говорю а вот и вот хочу купить nissan qashqai ну на меня соответственно продается посмотрел оценивающим взглядом то факты ничего кроме фактов он на меня так посмотрел все такое и все я сколько вот машина есть наличие вот машин наличие нет я бы ну понятно сколько ждать огонь ждать говорит 12 месяцев ну типа год ждать вот ты даешь делаешь предоплату и 12 месяцев ждешь я ему будет еще в дурак что ли говорю но тут ребенка ждут 9 месяцев будет 20 он ну вот такие у нас дефицит все и огнин серьезно могут да серьезно год ждать я бы серьезно что ли могут ну да я бы ну понятно как-то подрастроился думаю ну как так думаю ну ну реально расстроился а вроде бы nissan загорелась хотя и тест-драйв не проходил просто сел блин такой джип меня никак в жизни не было такой паркетник такой сел там блин блин классно там на механике куда вторая комплектация которая была там с круиз-контролем такой все 840 тысяч до сих пор помню нифига себе ты выехал а если в тебя пиндюрился ну ладно все тут соответственно через неделю через неделю я лечу к своей дочери в москву потому что ну сами посудите да ей было 10 лет моей дочке это 2011 год я поехал это буквально там январь месяц вы слетал отдохнуть в египет и вот после египта мы взяли я поехал дочь навестить чтобы на секундочку что такое навестить дочь ты сорска 39 часов ты едешь на том же самом прекрасном поезде тут в плацкар там вагоне где все воняет где все депрессивно и так далее ты едешь потом ты еще два с половиной часа а потом ты еще 20 минут едешь на метро потому что надо было с казанского вокзала попасть на другой вокзал в сторону орехово-зуево забыл как это вокзал называется ну забыл короче как называется этот вокзал в общем еду туда потом соответственно еще два с половиной часа на зеленой электричке приезжая в орехово-зуево с дочкой взяли сходили покушали поговорили пообщались и вот-вот как как бы так не потом я говорю дочки блин хочу говорю машину себе другое так папа какую ты машину хочется ну как какой хочу вот nissan qashqai на какая она я говорю ну поехали посмотрим так поехали ну в общем взяли мы взяли эти два с половиной часа опять до москвы до москвы мы взяли по и заехали в салон nissan помню на смазал салон звался major major авто мы зашли посмотрели автомобиль и вот мне понравилось мне вообще хотел я удлиненную базу соответственно это x2 то это плюс x короче как так как типа семиместный салон посмотрел с панорамной крыши и тому подобное мне все понравилось все и потом начал да сделал заявку мне как бы одобрил сбербанк заявку на автокредит и тому подобное и соответственно я беру уже это буквально через неделю возвращаясь примерно это 7 февраля 2011 год я решил себе на день рождения сделать машину и соответственно я беру и дистанционно мне все делают я со своим другом кости приезжаю забираю машину за 840 тысяч без панорамной крыши не удлиненная потому что ну так скажу как бы то машина стоила на 100 тысяч дороже для меня 100 тысяч будут существенные деньги и почему то вот как бы ну на тот момент я утешал себя что крыша давит так далее но во всяком случае это было то просто это были размышления нищеброда по одной простой причине ну просто мне не хватало денег и все я в общем на механике покупаю с двигателем 1.6 покупаю себе nissan qashqai на nissan qashqai я еду в орехово зуево в орехово зуево я встречаю дочку вас есть машины дарю и большого медведя первый раз когда я ей подарил мягкую игрушку всегда я там дарил гаджеты всякие xbox и всякие там playstation телефоны там подобные да потому что в этой сфере работал и это все она там была самой счастливой папа это первая мягкая игрушка всю жизнь до сих пор запомнил в общем все на этом nissan я еду соответственно в ворск ворск мы приезжаем и буквально не знаю проходит там не знаю там но там него немного там проходит буквально пару месяцев и соответственно так как nissan не было в ворске в то время в то время да и сейчас наверно нет я еду на т.о. еду на т.о. на первое записался приезжаю уже ну так как мне там были дела тоже там нужно было там было пару еще встреч было все плюс опять же там девушка было все я там дубленки само собой я там уже в штанах уже не спортивно да уже там в джинсах там уже не в кроссовках а уже там не за этом зимнюю обувь в конце концов ну вот так вот приезжаю и соответственно беру машину оставляю на т.о. а сам думаю пойду пока проведу время там на тот момент со своей любимой почему такие были большие у меня про в беге всегда потому что она жила в оренбурге я жил в орске этот получается туда обратно к ней съездить у меня получалось до 600 километров но и все тут смотрю продавец что-то вроде ходит 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 и потом все таки подходит ко мне а это вы приезжали в в конце января этого года машину смотрели ягода будут вы смотрели да не буду дагуя что говорю огонь еще будто вы купили машину ягода а где вы купили ягоду москве поехал москву купил а почему будь не купили у нас ягоду но вы же мне сами лично сказали что ждать говорю машину 12 месяцев он вот понимаете вот если бы взяли бы приехали в как сейчас нормальной одежде все а то вот как бы там вы там как бы были там не совсем то я бы а как в чем должен в целом приходить во фраке что ли ну ну вот я даже и не подумал что вы можете купить себе автомобиль он не говорит это все как раз я и первый раз был может он узнал по девушке первый раз был с девушкой канатова заехал был с девушкой потому что потом мы сели на такси это мы уехали нет ну вот если бы вы сказали что вы серьезно намерены к покупке и тому подобное там все я и ну у нас конечно у нас не год же машину ждать там ну мы нашли бы у нас всегда есть ягода сейчас ко мне такие претензии он да нет ничего просто нужно было нормально но нужно было нормально как бы ну в таком духе на иначе еще чем-то упрекать но вот этот момент получилось тогда он мог заработать я мог у него купить и по большому счету раз и ничего у нас с ним и не получилось потому что он не встретил по одежде а это в Москве купил себе тот самый nissan qashqai и был в принципе доволен целый год я отъездил на nissan qashqai проехал 90 тысяч из поломок только у меня отклеилось лобовое стекло туда поменяли по гарантии но как она у меня уже было треснуто пришлось купить новое стекло и тогда я понял что такое называется экономия я купил дешевое стекло самое дешевое стекло которое было у меня сразу перестал работать тот самый датчик дождя датчик света и датчик миньета перестал работать ну и все потом я соответственно этот автомобиль взял и продал алексею ну к чему я это все вам говорю потому что решил я купить себе mazda mazda cx 5 это же опять как-то там заехал в оренбурге в автосалон mazda заехал и тоже у меня ситуация была точно такая же была ситуация один в один тоже мы заехали там что там тест-драйв не хотели мне давать ничего там еще что-то видеть что ли я выглядел не так и тому подобное ну вот в общем вот вот как бы так бывает такое да хотя вроде приехал уже на nissan qashqai они на приори но примерно то же самое и соответственно вторую машину мне пришлось купить где мне пришлось купить магнитогорске это я купил дистанционно как бы нашел все и тоже когда приехал на то по mazda а вот вы же у нас были а вы так а где взяли магнитогорске почему магнитки взяли йоган потому что вы даже нет и здравия хотели сделать ну вот в этом как-то там не серьезно как-то отнеслись в смысле ну вот как-то в какой-то одежде были бы что в грязном одежде да нет вы там как-то вот но такой смотрю там мнется ягу ну понял тебя понял говорю ничего страшного там нет ну и в общем вторую машину тоже в оренбурге не купил я купил топом mazda cx5 на переднем приводе но но уже на автоматической коробке до комплектация sky актив это был уже 2012 год но вот как бы так но и все в принципе ну и все вот примерно так все у нас и получилось потом соответственно что нужно было сделать это кстати у нас васильевка здесь я покажу два хороших дома по цене ниже рынка это будет отдельный видеоролик я думаю сейчас распогодится я приеду сюда снимать один домик покажу с ремонтом до 35 миллионов рублей а другой домик покажу вам без ремонта но очень хорошие качества все ну и в общем вот такая да присказка теперь что касается когда я работал в евросети я работал евросети комбы на точке который находился станиславского орск-1 соответственно соответственно в когда мы работали у нас были так называемые индивидуальные продажи когда ты продаешь тот или иной там за телефон 50 процентов вот его получается зарплаты от его маржи ты получаешь себе а 50 процентов распределяется 10 процентов идет на директор магазина и те которые у нас остались например те же самые 40 процентов они распределяются пропорционально на количество человек которых сменит примерно 4 человека в смене то еще получается по десять процентов у нас ну как бы распределяется на меня там также на директора еще на двух продавцов но и в общем у нас тоже такое было у нас многие наши же коллеги всегда судили по не за этом о по внешности там заходили во это мы помни ко мне приходился мальчик такой такой знаете ну их называют мозготрахами он приходит все смотрит ему все показываешь но он ничего не покупает но вся приходил я всегда ему показывал и всегда ему все и все от него отключились потому что то время пока ты на него тратишь свое время другой может что-то продать в это время заработать но я понимал что я успеет там и там и там потому что я работал прям на результат и все и в один прекрасный момент заходит этот мальчик опять заходит помню два с нами работал мажор он его его игнорирует помню работал со мной в смене то брат тоже его игнорирует все от него открещиваются все опять пришел а ты как бы ну как бы ты не может у нас камеры ты не можешь взять и к нему не подойти ты можешь не подойти там типа царстве и уйти не заметно я к нему опять подхожу опять начинаю ему все это показывать то что он просит да там плеер и все остальное ну все все нормально он да ему было может быть лет 12 не больше ну зайти к любознательный такой там непонятно как в очках и все он мне понравился этот телефон а телефон чтобы на секундочку 30 тысяч рублей ну по тем деньгам 30 тысяч рублей это вот стоили айфоны galaxy с которые появились но такое все понимаете вот такое все и какой ну мне тоже нравится тогда даже у меня такого телефона не было но серьезно ладно час как папа сгод зайдет гает и наверное моего купим ну да 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 но все равно с ним работаю заходит его папа притом папа такой оказался приехал то помню на рейндж ровер может там видим там он все к нему соответственно уже подрывается в том числе мой брат к этому мужику подрывается к этому мужику потому что он видно что он приехал такой но подрывается к нему и мажор но он говорит нет нет ягод за сыном вот я за сыном а с этим сыном стою работаю я с тем сыном который примерно полгода я ему каждый раз все показывал всякие разные дел полноценное показывать объяснял функции так далее и все он берет и короче покупает телефон потом мы пока с ним разговариваем а почему бы себе и себе берет телефон в общем он берет и покупает покупает у нас на 100 тысяч рублей представляете себе на 100 тысяч и все я всю эту продажу сделал так далее и вот получилось мораль то басни такова ну как бы у меня конечно же у брата говорю как есть да как бы пригорало и пригорало в том числе и у директора напоминаем миша была на точке и у мажора пригорало потому что на тот момент я с той продажи себе чистыми заработал что вы понимали чистыми себе заработал там и аксессуар были все я заработал четыре с половиной тысячи рублей это были хорошие деньги за вот за это время взял и заработал они получается вот мальчик дать него вся трещились все а тут папа пришел и взяли и купили вот как бы так это один был случай был второй случай так же у меня пришла тоже пара такая да как бы они пришли там а она учительница с гая да он город такой гай там недалеко находится он тоже тоже от них все там открещиваться вроде народу нету но тоже такие но смотрит там все ну то не там раз там одно другое там еще там зрение оказалось плохое и так далее тоже начал с ними работать все там смотрю один клиент зашел пропустил 2 пропустил который хотя одни с виду такие а потом раз оказывается и выяснилось да она работа учительница в гае а он приехал с северов у него он был там полгода где-то на севере и так далее решил для своей любимой там жены там она же там именно было может лет 40 может быть 45 тогда вот и все да там вся учительница все он решил сделать ей подарок и помню беру и продаю вот тоже помню топовый флагман был galaxy s продаем ультра продаю там где-то там чтобы ей было удобно там наушники продаю продаю там еще что-то потом она там оказывается он захотел еще и фотоаппарат продают тут же и тоже там получается там товарки это тысяч на 80 получилось и все остальное и потом хоп там не мажор будет блин я первый с ними поздоровался я хочу с ними работать не стал ну вот ты же видишь как они выглядят и так далее а он мажор как бы он как бы это точка была его звали евгений наше руководство евро сети снимала у его родителей да это помещение принадлежало его родителям и его запихали к нам на работу лишь бы он там не день шарахался понимаете и все и вот когда получается раз это же опять там вот там опять на меня потому что тот момент это же с продажи заработал 3000 рублей сразу одновременно раз они тоже немножко заработали потому что понимаете там хоть по 10 процентов не заработали но я заработал ключево хотя снаружи как бы вот если посмотреть по внешнему виду это просто была жесть как бы на них без леса не взглянешь понимаете а тут он у раз приехал северов и решил вот такое сделать понимаете и тут какая штука тут у нас выяснилось что например была одна точка в оренбурге называлась оренбург-1 на рынке и вроде бы точка проходимая евросетевая хорошая классная точка обалденная точка ну реально крутая точка но но при этом как бы почему-то там продажи не шли мы в ворске получается где у нас . хуже по проходимости мы их по товарке делали по товарке по всему остальному по всем показателям по подключению сим-картам мы их делали и вот все не могли понять в чем же у них там загвоздка соответственно берут с одной из плохой точки берут как менее раскручены до спальни точки берут туда отправляет весь коллектив да вот на эту точку и что вы думаете не проходит и месяца и это . становится по продажам номер один у ним там не составляет жесткую конкуренцию в том числе там работала и моя вот как на тот момент подруга ее звали татьяна в чем был секрет секрет был в том что соответственно приходили туда в магазин люди с рынка люди с рынка приходили но при этом те же самые работники например альфа-банка были всяк самые красивые девушки и то же самое там работала в именно специфические женские лети все красивые все в шубах все с ногтями и там подобное а тут представляете приходит мужик и от него воняет рыбы он рыба продает от него рыба воняет вы знаете как рыба воняет или там еще вот это картошка моркошка и так далее и все и в общем как бы их игнорили потому что ну блин потому что никому не хотелось даже даже дышать вот смотрите вот тоже дом хороший за 35 миллионов а рядышком дом за 30 миллионов тоже я вам покажу это одни из самых топовых домов и они по нормальному адекватному ценникам мы сейчас находимся вами на середине поле и едем в сторону разбитого котла ну и все поставили других и они просто взяли там просто разорвали просто товарка увеличилась там не знаю там не в 5 2 не в 5 раз не в 10 раз а увеличилась там около в 20 раз просто не брали как бы и вот этим людям которые бывают знаете ко мне тоже был приходил там мясник там у него там вот этот ну не снял этот фартук там у него кровище там еще что-нибудь такое там засаленные волосы все но у них деньги понимаете у них есть деньги но они не ходят там не выкаблучиваются там не ходят там за этом в рубашке бельника и так далее и все вот вам простой пример простой обычный пример что не надо встречать людей по одежде теперь что касается моего личного опыта по недвижимости мне написали что там если там ты увидишь что это не потенциальный клиент ты на него не будешь тратить время это неправда у меня многие люди которые меня смотрят часто со мной соприкасались в переписке и в переписке тоже я им давал полноценную консультацию так далее и когда люди приезжают к примеру да и например говорят что у нас нет денег у нас еще что-нибудь у меня бывает поможет избирательная говорит давай в первую очередь обслуживать тех у кого есть деньги а во вторую очередь кого нет денег у меня нет такого приоритета у меня все одинаково как бы потому что мы договорились и там значит договорились и соответственно что у нас получается у нас приезжают летом в основном у нас туристы те люди которые приезжают посмотреть недвижимость и тому подобное с ними не каждый готов как кататься тратить свое время я для себя всегда вижу как я летом никому не отказываю я всегда людям все еду показываю все выкатаю и так далее почему потому что ты взял все показал все расположил к себе они там познакомились все потом например они осенью продают свою недвижимость и они потом берут и как правило в 95 процентных случаях они дистанционно у тебя покупать потому что все что нужно мы уже показали когда у них не было денег и потом уже сделки проходят дистанционно и на вопрос там как ты умудряешься закрывать там например закрывал там по 20 по 25 сделок ответ очень прост потому что физического контакта у меня даже не было потому что я до этого проделал всю работу как с тем мальчиком да а потом пришел папа и взял и купил здесь тоже самое если например кто-то из вас вот сейчас смотрит и только обращался я всегда даю всем полноценную консультацию у меня единственное что всегда есть в приоритете например у меня например сегодня да запланирован например например запланированным например отнять для вас например тот или иной дом или тот или иную квартиру есть у меня появляется даже тот самый турист который не готов купить на который хочет встретиться и обычно мне все говорят давайте к этому вам заплатить деньги нам надо по сориентироваться по районам я никогда в жизни деньги за это не брал я могу продавцу отказать продавцу отказать скажу давайте завтра или позавтра сниму это время потратить на пускай даже сам не на клиента как называют туристы который просто хочет взять и прицениться я с большим удовольствием возьму и как бы на них потратить все время искать есть озеро она бюджетная весь может половить карпиков небольших здесь же есть школа и здесь же есть спортивная секция это у нас по дороге весьма дальше это будет у нас дорога который будет вести в разбитый котел здесь есть озеро конечно не облагородили ничего здесь можно было сделать просто все шикарно все красиво все замечательно озеро довольно-таки неплохое даже больше чем у Чагиварского озера и можно было сделать там действительно хороший пикник да ну почему-то здесь вот в аренду взяли долгосрочную но этим заниматься не хотят вот бывает такое поэтому здесь особо народу и нет если мы сейчас проедем на фареню хозяйственное или на Чагиварского озера то там даже в такую погоду люди извиняюсь люди будут стоять и рыбачить ну как бы либо отдыхать да не обязательно рыбачить там шашлычок там тоже домики есть где можно там с кондиционерами и так далее особенно на Чагиварском озере так вот и здесь вот вам простой пример я со всеми отрабатываю единственно что когда у меня стоит приоритет тот кто покупает или кто-то продает я ставлю акцент тот кто покупает или тот кто смотрит но не покупает потому что понимаю что это для меня гораздо ценнее ну хоть я и покупаю получаю комиссию от продавца но если не будет покупателя я не смогу получить комиссию от продавца вот такая-то логика есть поэтому всегда всем я уделяю время без разницы турист это или не турист я не делаю такое что там если там у него нет денег или например там я планирую купить квартиру в ближайшие 6 месяцев вот как мне например написал да например клиент да вот сейчас написал ну и что что он в ближайшие 6 месяцев я все равно я ему сказал что там да за 6 месяцев может поменяться но я еду и ему и выбирают квартиру в размере 50 или 60 квадратных метров в пределах пределах 13 миллионов рублей мне нужно найти я обязательно его найду я обязательно пришлю варианты и все но это не значит что как бы раз там там он собирается покупать через три месяца или там через полгода что значит пускай я буду там не вот так время через полгода и так далее нет немножко по-другому поэтому когда вы там говорите что там максим ты бы сам не стал нет я как раз и стал сам потому что у меня другая система первое я никогда сужу не сужу покупателей по одежде это первое потому что если например мы с вами возьмем например сочи и будем судить покупатели по одежде но который да вот именно действительно по одежде то вы будете неприятно удивлены вы поймете что у нас хорошо одевается вот прям хорошо одевается дает белая рубашка это костюм и так далее да вы удивитесь это у нас охранники торговых центров это у нас водители бизнес такси да например на мерседесе е-класса на бмв на мерседесе с-класса на бмв 5 7 серии и тому подобное это водители да как бы вот они хорошо одета мы с вами можем посмотреть тех же самых риэлторов которые там так называемые первоходы это которых это внушает и нам так также внушали что как только это кстати разбит хотел что как только вы приехали приехали вы должны там как там одежду так далее и действительно мы если будем на них ориентироваться это будет скорее всего риэлторы у которых нет денег это будет охранники у которых нет денег но которые хотят выглядеть как будто у них все это есть и все если например мы возьмем с вами те же самых моих клиентов почему-то ко мне ни разу ни один из клиентов не приехал например в пиджаке в галстуке либо еще или там с бабочкой и так далее ни разу ни одного клиента у меня такого не было обычно приезжает простой обычной одежде чаще всего даже в трусах там там или еще когда в шортах и все как бы люди которые там у меня там есть например евгений да я им продавал еще дом в те времена за 55 миллионов рублей чтобы понимали 55 миллионов рублей пять лет назад это все равно сейчас 200 миллионов рублей эквивалент один и тот же да он был простой в обычных штанах был там не за там в обычной там не за там куртки там ну просто ну как бы без фанатизма хотя вот а бывает конечно же и по-другому когда человек особенно москвичи которые нас приезжают из москвы они там обычно них там понтов выше крыши там сумки ловитон и так далее но на самом деле потом раз а ипотека там 3 миллиона 4 миллиона а вот да просто я вот в москве имею квартиру я не считаю нужным покупать квартиру с очень дороже чем за 3 миллиона рублей и пошло поехало понимаете но понтов у них выше крыш там сумки там часы там не за этом оригинале не оригинале но понтов выше крыши понимаете вот как бы так поэтому по одежде если судить вот особенно риэлторов касается если вы будете судить только по одежде то вы просто офигеете что здесь у нас получается люди у которых нет денег они стараются выглядеть так как будто у них и деньги есть возможности есть и так далее да те люди которые всего в жизни добились да они получают ту самую свою свободу что значит свою свободу ему по барабану он берет он может пойти в любой одежде ему не нужно там выкаблучиваться и там это раз он может там не за этого спокойно передвигаться на любом автомобиле я знаю очень много людей богатых людей да например вот взять например застройщик артур да он себе взял и купил себе китайцы но все хорошо нормально все хорошо с деньгами он продал недавно коммерцию там да за 72 миллиона рублей да ну деньги есть все но он взял и пошел и купил себе за 7 миллионов китайца который называется ли 9 он купил себе и все ему по барабану потому что мне по барабану кто-то что скажет я взял мне хорошо комфортно для семьи все он взял хотя до этого он ездил на рейндж-ровере vogue это самый большой на бмв x7 ездил и вот просто взял и все ну чтобы никого не раздорожать и тому подобное я могу таких застройщиков которых есть деньги все есть возможности они спокойно берут и передвигаются возьмем своими олега да олег который соответственно у нас по газу до строит дома у него есть деньги как бы ну как бы не спасибо доход все но он сейчас по сочи передвигается на китайском аналоге camry только там за два с половиной миллиона рублей ему нефига выеживаться и так далее хотя было время когда там ездил на новом x6 так далее а сейчас год макс год но я живу говорит у меня нет парковки гает каждый раз видит я вижу в эту движка потертый здесь кто-то паркуется тогда лига живу в том месте где нет вот когда я себе дом дострою например вот в в голицына да и у меня будет своя парковка все я конечно себе возьму какой-то бмв там x5 x6 может там возьму себе mercedes гла и это может еще что-нибудь как бы но сейчас не вижу смысла потому что говорит ну просто жалко автомобиль жалко и он правильно мне взял и отправил голосовое сообщение на вот я просто нарезать наверное с его позволением включу с его позволения и он примерно рассуждает правильно ну давайте просто на секундочку включу его голосовое сообщение там ничего такого противозаконного нет вот как он рассуждает но этот человек у которого у которого есть деньги понимаете не который делать видимо что у него есть деньги который строит на свои деньги на кредитные дома строят у него там целых домов построены и так далее вот примерно так дети живут в канаде макс привет слушай ну я покатался на rx я имею ввиду exit rx я тебе могу сказать достойная тачка блин ну кайфовая нам не зашла вот сейчас как бы рассматриваю к покупке скажем так рассматриваю к покупке короче нашел в нижнем новгороде можно купить ее за 3 200 но это без этого сбора как у без утиль сбора но если ты утиль сбор делаешь не коммерческие на себя то он там копейки стоит то есть но в принципе 3 300 3 400 я думаю где-то она обойдется если что-то мол может быть скину тебе если надо эти координаты контакты вот через три дня сказал будет автовоз ну я прокатился на ней ну ты же знаешь у меня был этот лексус rx блин но я тебе могу сказать она поинтереснее лексуса она едет получше и лексуса чем и рис у меня у меня 300 был там что-то 235 что ли лошади вот ну и устойчивый дорогу держит хорошо короче тачка классная поэтому не сомневайся бери ты просто дорогую премиальную машину используешь в качестве вот вот знаешь вот просто везде и по деревням и там вообще везде ты ее используешь то есть машина которая сейчас если бы не было пробега таким и такими машина берегут их моют и смотрят на них и чисто прогулочно а ты ее используешь как телегу вот и у тебя уже 80 тысяч пробега а летта ей по моему она какого там 22 года 21 вот на 22 по моему ты ее приобрел по моему февраль 22 если не ошибаюсь вот поэтому поэтому блин максим у тебя пробегу должно быть 20 тысяч она должна сейчас стоить у тебя миллионов 15 16 а есть сейчас цена будет где-то в районе там 9 10 пробег большой поэтому бери rx что там когда ты наша интервью собираешься выпустить но где-то правда есть и действительно у меня тоже есть у друга есть porsche cayenne такой да у него пробега действительно 12000 у него машина там выходного дня для повседневного но не другая машина и так и все а я получается ну взял себе премиум автомобиля использую его как говорится по назначению да тут даже таких пробег нет когда посмотришь там отзывы да наверное мой отзыв дома на автомобиль наверно самый правдивый отзыв который и не какую-то картину может и конечно же я заинтересовался покупки автомобиля автомобиля именно с целью вот как раз передвигаться вот вот такие вот прекрасным интересным местам которые есть сочи потому что город сочи это не только курортный проспект это не только проспект лейна это не только улица конституции это не только у нас орджоникидзе это не только у нас где-нибудь там не знаю там улица горького и так далее здесь в том числе и вот такие варианты да вот и сегодня буду снимать дома вот сейчас жду чтобы до конца дождик прошел буду показываем всякие разные дома и так далее и поэтому именно поэтому я и решил себе купить автомобиль какой-нибудь попроще чтобы может было не жалко его было просто ехать просто не за этом взять и там ну не за этом ехать хоть куда там не напрягаясь и тому подобное понимаете вот только вот из-за этой как бы цели я себе взял это не факт я же вам сказал что я хочу сделать именно так как мне вот дают советы все мои на нормальные мои друзья они видят макс ну хочешь ты машину такую классную премиальную ты оставь ее для души вон выезжай там в субботу воскресенье женой там не за этом съездить на рыбалку там съездить на красную поляну еще что-нибудь а для повседневной вот для езды вот вот по таким прекраснейшим до сочинским дорога по таким селам потому что я занимаюсь не новостройками да где хорошие подъездные пути но я занимаюсь в том числе и домами никто домами не хочет особо заниматься я по разным дорогам передвигаясь ну и все вот так вот мне и далее такой небольшой но не за этом совет в конце концов ну вот я решил поэтому будет те кто передвигается на porsche cayenne они себе не покупают ну смотрите в 2022 году 20 февраля вот да я купил себе данные автомобили и вот например буквально через полгода это был июнь месяц июнь месяц я взял и купил своей дочери своей дочери купил автомобиль который называется как правильно хавал f7 до большой хавал внутри даже чем-то похож на porsche cayenne купил хавал ну я же передвигаюсь на porsche но я же для дочки купил себе например то ну тут тот же самый например хавал на котором передвигается кстати у нее уже пробег 50 тысяч километров и кстати китайский хавал за 50 тысяч километров зарекомендовал себя лучше чем тот же самый рено о кстати давайте тоже подсниму это у нас специалисты строили да мы говорит дома в сочи построим все нормально все хорошо откуда вы такие цены берете по 30 миллионов за дом вон такие дома можем строить и все зачем эти сваи когда ленточный фундамент вон ленточный фундамент и нормально самое главное спереди здание которому в обед 300 лет и оно стоит а это у нас все у нас в таком состоянии все извиняюсь я сделал немножко для этого для инстаграма понимаете у нас идет нашим фантазером любителям которые которые у нас дом готовы за 56 миллионов рублей построить с участком вот для вас это посвящается ну и все и что у нас получается я же купил хавал да передвигаясь на ауди q8 который стоил там по рынку 7 миллионов рублей я взял и жене купил бмв x2 за 2 миллиона рублей тут скажут ну не ты купил компанию как я же заслужил я взял просто мне за компания за меня платил это мой бонус я мог потратил по-разному я мог взять и жми ничего не покупать тогда она тем более меня не было а женой правильно я мог просто взять и не знаю там эти деньги там взять просто выпустить на свои нужды не за купить себе еще один машин еще один автомобиль так далее но сейчас же и купил то это как бы просто я взял деньгами взял автомобиль чтобы хотел чтобы вот именно было да у меня была ностальгия когда в евро сети у меня было 7 автомобилей к я там принес денег гораздо меньше а здесь я столько денег привез и ничего ну купил но это же я это же мой автомобиль сейчас оформлю на мою жену вот как бы так или например вот я сейчас например захочу купить например папе да папа скажет блин все таки я буду по сочи передвигаться все таки мне нравится по сочи передвигаться давай и я например как сын возьму и поеду отцу выбирать автомобиль ну неужели вы думаете я отцу не куплю я отцу покупал три раза автомобиль своей жизни первый раз я купил ему десятку который всех порвет второй раз я купил ему на механике шкоду фабио а третий раз я отцу взял и подарил киарио и которая оказалась гораздо надежнее чем шкода фабио и гораздо надежнее чем ваз 2110 и на ней на этом автомобиле сейчас перемещается папа иногда и в основном перемещается сестра если бы папа перемещался чаще я бы взял бы и скорее всего я рассмотрел бы ему какой-то новый китайский автомобиль новый потому что например тот самый rx который мне посчитали да он например вот это xc до 4350 с гарантией все остальное а вот например вот если мы будем смотреть например lexus я посмотрел да и рык да это вчера по объявлению посмотрел но извините 10 миллионов аналогичная комплектация даже 11 миллионов но 11 миллионов уже как-то как-то жаба немножко душит понимаете да тинькофф мне насчитали 80000 рублей давайте через тинькофф мы застрахуем не знаю матч из альфа страхования через тинькофф не хочу я альфа страхования переплачет ничего дать и чистенькофф сделаем да и все извиняюсь но вот как бы так поэтому рассуждать что человек который приехал на porsche к иене там не купит себе ну разное есть у меня например есть друг да он передвигается на получается у нас у него 2 до у него у него бмв ай-8 и у него еще porsche к иен gti какой-то там 480 лошадиных сил такой да и он поехал и купил для работы для работы для своих сотрудников он же покупает да он взял и купил китайца он взял и купил китайца который у нас называется тугелло тугелло не за ну так же это дело но он же купил да не себе какая разница но он это не воплотил он поехал и купил для работы для работы тогда для там бухгалтера который поставит обвозит там еще что-то он взял и купил тугелло вот для этих целей также у меня есть например вот сейчас потребности там кое-что сейчас быстрее будет там если мы с другом попробуем развить там кое-какой бизнес и мне нужно будет покупать например тот же самый например автомобили например планирую покупать киа к 5 либо camry там для кое-какой работы сейчас просто продумываем бизнес-проект если все будет хорошо ну ну я туда вложусь понимаете но это же не значит что я там не куплю camry да или не куплю киа к 5 поэтому это неправильное у вас рассуждение а по поводу того что судить по одежде но это бред я в еврости был успешный не потому что там не там фартило и везло и так далее просто я каждому человеку без разницы в чем он одет просто относился относился ну по подобающим образом вот примеров я прислал ну как бы вам уже рассказал целой кучи и это не больная моя фантазия можете там не за этом узнать я легенда я единственный человек проработавший евросети вот именно в российской федерации да который был примирен в семью автомобилями я рекордсмен у меня вся россия на тот момент знала я объездил весь мир за счет компании евросеть потому что я был лучшим продавцом находясь в городе в котором было 250 тысяч человек 250 тысяч где средняя зарплата была в 30 тысяч рублей я был лучшим то же самое могу сказать и про недвижимость я здесь тоже как бы стараясь быть лучшим и у меня нет такого с этим я буду работать с этим я не буду работать я всегда даже если вижу что тут у меня помощица как-то кому-то сухо отвечает мы всегда с ней за этого жестко кусаемся потому что для меня все клиенты одинаковые без разницы туристу не турист любой из вас может позвонить мне сказать макс надо встретиться все я никогда никому из вас не отказал у меня единственная еще раз повторюсь когда есть два приоритета например возьмем мы с вами приоритет например продавцец и покупатель для меня покупатель будет приоритете это же самый турист для меня тоже будет в приоритете понимаете ну реально будет в приоритете это суровая правда жизни с этой суровой правды жизни никуда не деться вот именно так я для себя все разделяю. Сейчас мы с вами попадем в классный микрорайон, который называется Барановка. Не путать Барановка, которая есть у нас в Сочи. Это у нас Дагомыс, это альтернативная дорога, чтобы можно было не стоять в пробке. Ее должны скоро у нас доделать. Да и в целом она вся более-менее комфортная и все. Теперь по поводу того, что там обманы, не обманы. Ребят, я еще раз хочу вам сказать. Смотрите, вот, например, я сейчас возьму и куплю себе Иксид. К примеру, он на 20 тысячах у меня возьмет и сломается тот ароматизированный робот. Как вы думаете, продавец будет обманщиком, что он мне продал, или мошенником, что он мне продал какой-то заведомо, например, то же самое, например, заведомо проблемный, например, автомобиль и так далее? Правильно. Он не знает. Он в душе не знает, что там, как там и так далее. Правильно же? Ну, в душе не знает. И здесь то же самое, что с телефонами. Ломается все. Бывает и айфон ломается, бывает и самсунг ломается. Все бывает ломается. У всех есть свой ресурс. У всех есть... Ломается кто-то что-то раньше, что-то позже и так далее. То же самое девушка. Есть девушка, которая сильнее ломается на свидание, а есть, которая меньше ломается. Но итог обычно один и тот же. Либо ты сдохнешь старой девой, либо ты отдашься на первом свидании. Вот. Другого не дано. То же самое это касается и техники. Что касается недвижимости, ребят. Что касается недвижимости в Сочи. Недвижимость в Сочи это сложный процесс. Это очень тяжело разобраться. Кто правильно говорит, вот я там смотрю, например, хочу я купить стиральную машинку, я открываю MVideo, открываю DNS, открываю Eldorado, открываю Яндекс.Маркет, открываю Сбермаркет, смотрю нужную мне модель и покупаю и все. Да, на этих ресурсах и смотрю, где дешевле. Ну, как бы так делают безграмотные люди. Я, например, покупаю там, где у нас есть, не знаю, там, где есть у нас в конце концов какая-то гарантия, какое-то еще что-нибудь. Ну, немножко по-другому. То же самое это касается и, например, вот недвижимости. Вы всегда смотрите. Есть варианты, да, хорошие, безопасные. Вы можете их купить. Но не всегда хватает денег. Соответственно, то же самое, что с автомобилями. Любому нормальному человеку всегда приятно сесть на новый автомобиль и выехать с автосалона. Любому нормальному человеку есть такая потребность. Кто говорит, что лучше бушный двух-трехлетний автомобиль, они сами себя обманывают. Как я когда-то себя обманывал с панорамной крыши. Говорю, блин, она будет давить, потому что она на два сантиметра ниже. Это бред. Просто у меня не было возможности купить автомобиль. Он устроил подороже, у меня жаба душила. Купить с панорамной крышей. Понимаете? То же самое. Зачем брать полный привод, когда в Ворске на переднем приводе везде пройду? Это тоже был самообман, когда я покупал Mazda CX-5. Потому что Mazda я купил CX-5 за миллион семьдесят, а на полном приводе он стоил миллион двести семьдесят. Понимаете? И поэтому мне пришлось взять передний привод. Хотя с большим удовольствием я бы лучше передвигался на полном приводе. Правильно? Правильно. То же самое, когда покупают бушный автомобиль. Бушный автомобиль покупают не потому, что нравится бушка, нравится там сюрприз, моменты интересные. Был он там в аварии или не был. Был он топлен или не был топлен. Пробег скручен или не скручен. А покупают по одной простой причине. Потому что не хватает на новый автомобиль денег. Понимаете? Поэтому идет в альтернативы бушка. Например, мне с бушными автомобилями никогда не везло. Десятку я купил, она была вся битая, перебитая. Потом, соответственно, когда я покупал себе Opel Frontera, там вообще оказались перебитые номера и была левая растаможка. Когда я покупал себе, получается, из бушного автомобиля Volkswagen Touran, там сразу влип на 70 тысяч. В ходовку пришлось сразу там в 70 тысяч похоронить. Понимаете? Когда я себе покупал Mercedes C-класса, там тоже у меня там масло подкапывало. Что-то еще такое было. Понимаете? Вот такое было. Когда я себе покупал Nissan Qashqai, вроде бы у знакомых, все, у своего брата. Там проехал там 10 тысяч и у меня двигатель стуканул ни с того ни с сего. Понимаете? Это вот особенность бушных автомобилей. Особенность бушных автомобилей. А есть новые автомобили, которые ты купил, и любой новый автомобиль, он свои 100 тысяч проедет. Что это будет Toyota RAV4? Что это будет Audi Q8? Что это будет Porsche Cayenne? Что это будет у нас, не знаю, там, Lada Priora и то у меня проезжал. Что это будет китайский Haval? Он все равно проедет свои 100 тысяч. У меня в голове четко табу. Больше 100 тысяч я на автомобилях не передвигаюсь. Вот сейчас пробег 77 тысяч, ну 78 почти тысяч. Да, еще думаю, добью и потом буду все-таки продавать. У меня есть такое. А некоторые, конечно же, как у меня друг, он у меня на Kia K5 уже 300 тысяч разменял. И ничего, нормально, доволен. Есть у меня друг Денис. Он на Atlas'е, так называемом, да, вот этот Atlas Pro, он уже разменял 200 тысяч на Atlas Pro. Ничего страшного, да, что-то там ломалось, ремонтировал, но ничего страшного, передвигается. Постоянно как бы на автомобиле тоже мы с ним как-то брали интервью. Он у меня был на канале, понимаете? И все, вот вам и ответ. Например, мой друг Денис, он передвигался, это директор по продажам компании «Элитный Сочи». Он передвигался у нас на 63-м гелике. Новый гелик покупал на 63-м, все. А потом раз, когда я на свадьбу смотрю, приехал на китайцы. Да, ну, например, реально, он хончи, хонсунь, контанцы. Я говорю, а что ты еще? Он говорит, Макс, говорит. А я так прикинул, говорит, я же, говорит, коттеджный поселок строю. Я туда взял и вкинул все свободные деньги, понимаешь? Я вкинул, взял и в коттеджный поселок. Я говорю, и что? Он говорит, да не что, говорит. Я туда вкинул, говорит, понимаешь, говорит. И здесь я взял, говорит, ничего страшного. Говорит, я отъезду два года, поменяю на другое. 3D на даму, говорит, другую заберу и все А эти деньги у меня делают деньги Я на эти деньги строю, ты понимаешь? Вот смотри, я покупал, говорит, себе За 25 миллионов Потом, соответственно, мне его умудрились Выкупить, вот когда там началась вся эта бодяга За 35 И я купил себе кончи-хонци за 7 миллионов Эти деньги, понимаешь? Хотя у него тоже, как бы, понтов выше крыши Там, не знаю, там Всякие разные, там, часы дорогие Там, не знаю, там Всякие разные, вот эти, всякие сумки Там, Луи Виттон Эти всякие пафосы, там, не знаю Там, не знаю, там, на вечеринку там потратить Там 200 тысяч, 300 тысяч Ну, для него нормально Но здесь он взял и вот Выбрал рациональность, да Он взял и себе купил китайца И ничего страшного Ну, передвигается нормально Хотя приехал покупать китайца на гелике Он просто гелик отдал Ему взяли, хорошо, забрали в 3D Отдали ему китайца на месте того же самого Мерседеса Ничего страшного, он не жужжит Хотя денег у него предостаточно Хорошо у него с деньгами все Строит дома те самые, которые будут скоро показывать в Бестужевке Да, все нормально у него Вот, как бы, так Поэтому вот это рассуждение там Всякое разное в жизни бывает Понимаете? Всякое разное в жизни бывает Ну, что касается недвижимости Недвижимость то же самое Есть, да, хорошее, классное, безопасное жилье К примеру, вы можете купить А есть, ну, например, потребность хорошего, безопасного жилья Денег не хватает И, соответственно, ты берешь и понимаешь Что ты можешь взять, попробовать новостройку Например, не то, что новостройка, а стройку Стройку, да? Стройки, опять же, есть разные Да, то же самое, что бэушные машины Да? Есть бэушные машины с Японии У них есть акционный лист, да? Где там показано и что А есть, например, бэушные автомобили, например, да? С Японии Которые пригнали уже, где-то там побывали И там нет у них, да, акционного листа Там уже непонятно где там За полгода много чего может произойти И, как бы, с акционным листом, который вот она беспробежная Одна цена Такая же машина, например, да? Может быть, ну, немножко другая Уже цена в разы меньше И, соответственно, конечно, любой нормальный человек Бэушный автомобиль, он готов взять вот Вот с акционником таким-то там С баллом 4,5 и так далее Но не всегда получается купить Потому что цена уже высокая И получается, приходится брать какую-то альтернативу Если этого нету Приходится искать еще другую альтернативу То же самое с недвижимостью, да? Если мы возьмем с вами с акционниками, да? Это те же самые объекты, которые строятся по федеральному закону 214 Сочи пар, кислород, летний, флора, листория Там, да, как бы Нескучный сад, в конце концов, да? Такие вот есть Но там все чисто, прозрачно И там дорого И ты там понимаешь, что эти самые, как бы, объекты Стоят дороже, чем готово построено То же самое, что взять машину, да? Некоторые машины с правым рулем С хорошим чистым аукционником и так далее Они стоят дороже аналога с левым рулем Который был куплен у дилера, понимаете? И здесь примерно то же самое У этих, получается, домов Встроек, да, вот эти У них, получается, цена выше, чем, например, готово построенный Жилой комплекс, к примеру, Гранд Парк, да? В Гранд Парке ты можешь купить 54 квадратных метров за 13 миллионов Это будет вид, это будет построено А, например, там в стройке ты можешь купить за 22 миллиона рублей И все равно находятся те люди, которые покупают за 22 То же самое, что находятся те люди, которые могут купить с левым рулем, например, то же самое, например, RAV4 Но при этом они покупают с правым рулем, как бы пробежные, как бы менее комфортные Покупают, например, за эти же деньги, покупают с правым рулем, понимаете? Есть покупатели и на левую роль, и на правую роль И на бушные, и на новую То же самое это касается Есть, опять же, например, те же самые Дома в Сочи, да, на квартирах Которые строятся не по федеральному закону 214 У которых есть разрешение Да, там, ну, например, есть авторитет, например, застройщика То же самое, что Есть, например, какой-нибудь хороший нормальный перекуп, да? У которого хороший авторитет Вы знаете, что, как бы, вы все равно там переплачиваете Это все равно у перекупщик Но у него покупаете, потому что у него всегда все чисто, все хорошо, все прекрасно И вы готовы ему за эту работу оплачивать Понимаете? И вы все равно у него покупаете Здесь то же самое есть, да? Есть, например, тот же самый застройщик Который строится разрешение на строительство Но у которого хорошая репутация И он прям совсем низкую цену он не ставит Потому что ему невыгодно ставить такую низкую цену Потому что, по большому счету, и так, как бы, у него возьмет Потому что на него работает его авторитет И все Есть другая категория Есть объекты, которые строятся в кривь, в коясе Есть разрешение Непонятно какое Непонятно на что Никакие непонятные переводы и так далее То же самое, что у машины с параллельным импортом, да? Вот есть возможность купить новый автомобиль Например, в автосалоне, например Тот же самый XSeed RX Со всеми скидками за 4 миллиона 350 А есть возможность купить через какого-нибудь Киргиза, Казаха Непонятно как Непонятно, как эта машина, на кого была зарегистрирована Потому что там есть сим-карта, которая устанавливается Присваивается ID и тому подобное Понимаете? Есть такая, да? Ну там ты можешь, например, купить за Как сказать, там за 4 300 можно купить В любом случае ты должен быть силища, сбор И так далее И ты не знаешь, как эта машина была растаможена Как эта машина была везена Как это все это вообще прошло Ты не знаешь Но ты хочешь сэкономить И ты готов на это пойти У тебя не будет гарантии У тебя не будет еще чего-нибудь Но ты готов пойти на это Потому что ты экономишь здесь и сейчас Ты играешь в краткосрочную В долгосрочную взять машину, например, Exit Например, у того же самого дилера Да? Ну как обычно рассуждают те, кто покупает машину Например, купил за тот же самый Exit RX Например, у Лиса рулит У нее стоит, например, 3 900 Да? На 500 тысяч дешевле Да? А еще есть дешевле, чем у Лиса рулит Которую можно найти Да? Где-то там есть растаможка прошла А еще там кривее Как? За 500 тысяч Ну если сломается коробка Или сломается еще что-нибудь Я за эти деньги спокойно отремонтирую И в этом тоже есть логика Понимаете? И каждый из нас Он сам делает свой выбор Купить у него У официального дилера Да? Ну там получается Какая-то там переплата Либо, например, взять И купить, например Все-таки Лиса Да? Вот Лиса рулит Ну у нее авторитет есть Но извини Ты должен купить у нее за 3 900 Либо ты можешь попробовать взять У какого-нибудь Киргиза Которая там тоже возит Как вот сейчас Да? С Олегом поговорили Там заплатит сам утилисбор И ты не знаешь Вылезут еще какие-нибудь сюрпризы моменты Или не вылезут То же самое и с недвижимостью Можно купить Можно Можно купить готовый Безопасный Все, вот ты взял И все Это первый вариант Но он стоит дороже Можно взять Попробовать в стройке взять Да? Как надежного застройщика Но при этом все равно Там все будет по документам Непонятно какой-то кривой И там подобное Непонятно что может произойти Да? Кто мог знать Кто покупал себе БУшные автомобили Пару месяцев назад Что возьмет Утилисбор будет С 5000 рублей Поднимется до Миллион 300 Никто же не мог знать Правильно? И взяли И вперлись Хотели как лучше А в итоге Локти кусают до сих пор Да? Я до сих пор Только сегодня смотрел Там в новостном блоке Опять там Все это раздувает Тему и тому подобное Кто мог знать? Не то То же самое и с недвижимостью Сегодня она законная На стройке А потом окажется Что земля кому-то нужна Из своих Из краснодарцев И они возьмут там И вынудят Как-то уйти Продать и так далее Вон К примеру Да? Например Там где строится У нас Сочвобарский кислород Эта земля Принадлежала У нас застройщику Который построил Жилой комплекс Сокол Который построил У нас Жилой комплекс Метрополь Понимаете? Это хороший Сильный застройщик С красивыми домами С хорошим качеством Все Но не дали ему строить И он был вынужден Взять И этот проект Отдать Да ему отдали Квадратными метрами Поэтому в Сочи парке Было два параллельных Отделопродаж И так далее И возьмем с вами Например Тот же самый Гранд парк Застройщик Хороший? Хороший Строит хорошо? Хорошо Был у них участок На хосте Там подобное Да? Хорошо строят По ФСЗ Все Разрешение Все Ну раз и не дали Не давали Порубочный лист И заставили Вынудили Взять и продать Тем же самым Краснодарцам Краснодарцам Отдали Три этажа В этом корпусе Видовые И все Ну как бы Само собой Если бы застройщик Построил бы сам бы Он бы заработал больше А так пришлось Возьмем то же самое Южное море Южное море Не сдавалось Не сдавалось Не сдавалось Не сдавалось Не сдавалось Не сдавалось Пока Чудесным образом Южное море У нас Да? Не перешло Куда? Южное море Не перешло Случайно Тоже самое Краснодарская компания Где сейчас вырастет Три дома Где там все работает И сразу И дом сдался И претензий нет И коммуникации Подключились И так далее Поэтому риски Конечно же есть Поэтому Само собой Когда деньги У вас имеются Можно хорошо И безопасно Купить То или иное Себе жилье А когда денег Не хватает Да Например Приходится Идти на риски Приходится Идти на риски И эти риски Вы берете На себя Сами То же самое Что я например Сейчас стою Перед выбором Купить мне Например Со всеми скидками Которые согласовали Мне в Краснодаре Эксид Эрекс За 4 350 Либо взять Позвонить Леса рулит И купить у них Тот же самый Например Агрегат Русифицированный Все За 3 900 Либо взять И попробовать Поехать В Нижний Новгород Или еще куда-нибудь Поехать В Бишкек К своей бабушке И там на границе Взять И забрать Себе Ну-ка Вот смотрите Вот сейчас Мне позвонил Человек Мы с ним встречались На секундочку Мы с ним встречались Знаете когда Мы с ним встречались Когда еще Цены были другие Человек С Омска Он мне сейчас Позвонил Говорит Вот я наконец Продал свою квартиру Он мне смотрел Атлантис Рассрочек Позовут его Павел Ну тогда у нас Что-то не получилось Я ему все показал У него не было денег Все Он сейчас позвонил Говорит Максим Готовы Дистанционно Взять Вот он сейчас Берет Мне Написал Сейчас Добрый день Да Сейчас вам Чего-то позже Все пришлю Прямо Чего-то позже Вам пришлю И все И у нас Сейчас сделка пройдет На вопрос От того Что Как Мы отработали Тогда я знал Что у него нет денег Ничего Но я ему все показал Он теперь все Пример понимает Говорит Макс У меня в четверг сделка Давай Что-нибудь теперь Смотреть В пределах 15 миллионов рублей В Сочи Все Понимаете Все предельно просто Все предельно Понятно Для чего так делать Для риелторов Я даю подсказку А то у нас Они любят Риелторы выбирать Если он без денег Я не поеду Если с деньгами То поеду И так далее Как бы Сегодня он без денег А завтра Он может быть С деньгами Понимаете Понимаете Все Ладно Хорошо Теперь По поводу Тоже самое Я бы возьму Русифицированный И например Вот есть вариант Купить за 3 миллиона 400 Самому сделать Тот самый Утильсбор И самому Еще сделать Русификацию Самому сделать Еще что-нибудь И так далее Потому что Это еще 70 тысяч Там еще И надо посмотреть Что выйдет у нас Дешевле Или не дешевле Соответственно Если ты гонишься За то Чтобы взять Дешевле Здесь сейчас То да Но опять же У меня есть печальный Опыт По покупке Машины Где у нас В свою очередь У меня там Все зависло Хотя Хороший Порядочный Был человек Все Но Здесь была Дина Не его Здесь Понимаете Прям позвоню При вас Просто Надо себе Зазать Но Как бы Я Не считаю Что он Мошенник Я не считаю Что Может быть Так-то На момент Случилось И все Но На тот момент Как бы Я 8 лет назад Похоронил Миллион 800 Хотел себе Мерседес 221 Дизельный И он Почти В принципе Пришел Но была Там определенная Схема Какая схема Я тоже Немножко Расскажу Вроде Кажется Экономишь Но Экономия Бывает Выходит Боком Вот Например Теперь Такую экономию Я не хочу Я На этом Уже Обжегся Уже И не хочу Ева Я вас Слушаю Ева Мне Максим Нужен Какая Ева Блин Приветствую тебя Привет Дорогой Если я чуть Перезвоню Я с людьми Свой Например Обратились В Сочи Парк Можешь Приложить Флору Может Еще И так Далее Риелтор Вам предлагает Все Возможные Варианты Есть И такой Вариант Есть И вот Такой Вариант Есть И вот Такой Вариант И вот Такой Вариант И Выбор Уже За Вами Всегда Обычно Риелтор Проговаривает Те Самые Риски Которые Может Понести Да Например Горю Стройка И Безопасность Это Антонимы Это Не Синонимы Это Стройка Всегда Есть Определенный Риск И без Разницы Сильный Застройщик Несильный Застройщик Сколько Мы уже В Сочи За 8 лет Повидали То Астринский Был Хороший Сильный Застройщик А потом Раз Раз И что-то У него пошло Не так И все Поменялась Власть И случилась Задница То мы Например Вы помните Продавали Жилой комплекс Альпика Групп Ну Альпика Групп Например То же самое Например Альпика Плюс Который Находится За вокзальном Районе Даже Наш юрист Там себе Купила Потому что Репутация Все Но по итогу Документы На дом Они получили Спустя 7 лет 7 лет Возьмем Он с вами Застройщик Артур Который Построил Жилой комплекс Моревидова И Да Были договоренности С одним мэром Мэр поменялся С другим И все И по итогу Что у нас По итогу Люди жили И он сам Жил В жилом комплексе Моревидова Но документы Люди получили Спустя 5 лет То же самое Могу сказать Про Атлантис Атлантис Должен был Сдаться У нас В 2020 А в итоге Сдался Всего лишь В 2023 Году И сейчас Люди Оформляют Право Собственности Всякие Разные Бывают Форс-мажоры Сейчас Например Мэр один С Краснодара Прислали Все А сейчас Возьмут Например И мэра У нас Поменяет Например Поставят Например С Ростова Или поставят Например У нас Не знаю Откуда С Волгограда Само собой Мэр Будет Ставить Свою Команду Мэр Будет Делать Новые Договоренности И тому подобное Что там Говорить Жилой Комплекс Облака Почему У нас До сих пор Там Не все Стояки Подключены Газу Потому что Все проплаты Все было сделано Когда Горгаз Так назывался У него было Одно руководство Потом руководство Поменялось И они сказали Все которые Вы проплаты сделали Нас не касается Платите Все по новой Ну как так то Ну как так Как так то Произошло Ну почему так то А Ну так вот Вот так вот Произошло И таких вариантов Ну как бы Конечно Очень много И учитывая Что сейчас Нестабильная ситуация Во всем мире Не только в России Но и во всем мире Конечно Стройка Это блин Это то еще Ты можешь там Встрять на Пустом месте Например Если возьмем с вами Моего друга Дениса Который начал Строить Он выкупил себе участок Похормил там целую кучу денег Да И потом раз Он строит красивый классный шале Называется шале Адлерню Но два с половиной года Он не мог получить Уведомления на строительство Два с половиной года Он ничего не мог сделать Потом сделал И начало все Понимаете Два с половиной года Мы себе возьмем с вами Тот же самый Жилой комплекс Александрит парк Который начал строиться За вокзальном районе Ближе к транспорту Они не могли Порубочный лист Там где у нас Те самые деревья Все получить В течение двух лет Я не хочу их Сейчас Не хочу я их выгораживать Никаким образом Понимаете Порубочный лист Они не могли Получить На протяжении Двух лет И поэтому Все и сроки сменились И стройка стала другая Да Продавали по одной цене Там по 65 тысяч рублей За квадрат в метр Потом себе стоимость Строительства Стала другая Алло Привет Привет Смотрел твой ролик Очень интересный Где-то интервью Настройщика дома Очень интересно Опознавательно А потом вспомнил Что-то не хочешь В мою пасечную ехать Я сегодня приеду Через 20 минут Я сейчас нахожусь в Дагомысе Как раз мне нужно Отснять две квартиры В Гран-парке Я сейчас приеду Минут через 20-25 На Гран-пар Давай попозже Через часик Да нет Зачем Гран-парк Давай через... Не Гран-парк Нужно тоже отснять Мне там сейчас Клиент, который смотрел Он продал свою недвижимость И надо по новой отснять А что нужно отснять? Ну 52 квадрат метра А, ну хорошо Но если... Ну на Гран-парке То я через 20 минут Думаю буду А вот на... Через 30 минут приеду Через 30 минут давай Хорошо Все, договорились Давай Сейчас полчаса я буду Давай Да, сейчас поеду покажу Потому что Действительно Хороший данный объект С кристальными чистыми документами Это, знаете, тот самый случай Когда ты покупаешь Да Блин, ну не знаю Ну смотрите 52 квадратных метра В Гран-парке Стоит 13 миллионов рублей Ну плюс-минус За трендажа 500 тысяч Само собой Если мы возьмем с вами Например Тот же самый Жилой комплекс Альпийский квартал Он будет лучше Но Альпийский квартал Эта же площадь Такой же планировки Уже будет стоить 21-22 миллиона рублей Понимаете? Само собой Если у человека Если бы цена была бы одинаковая Он бы взял бы Альпийский квартал Но Альпийский квартал Стоит дороже Поэтому Гран-парк Но Гран-парк Ну в этом бюджете Будет лучше То же самое с машинами Да? Если бы Лексус РХ Стоил бы Например 5 миллионов рублей И например Китаец Стоил 4 350 Да? Иксит РХ Я бы Купил бы Себе Что? Я бы взял бы себе Лексус Однозначно А если бы еще и Ауди Блин стоила 5 миллионов Да? Ку-8 Я бы взял бы себе Ауди Понимаете? Но У нас же Немножко все не так Все же в цене Поэтому И вот Приходится искать Какую-то Альтернативу То же самое Это касается И Возьмем с вами Например Вот Вот Смотрите У меня друг Купил Квартиру В старом фонде Что бы делать И все остальное Альпийский квартал Не стал брать Потому что Альпийский квартал Как ни крутить Все равно Выигрывает Ой Проигрывает Ривери Понимаете? И он взял И то же самое Бывает с машинами Да? Ты можешь купить Новую машину Например Вот Например Не знаю Можешь купить Новую машину Например Лексус Да? Например Лексус РХ За 10 миллионов А можешь купить Порше Каен Например Бушный Да? За 10 миллионов Кому-то Нужен будет Новый Но Лексус А кому-то Нужен Бушный Например Ну кому-то Понты Выше Крыши И кто Ценит себя Качество Ценит свою жизнь Кому нужны Тормоза Динамика Расход И так далее Он возьмет Соответственно Что у нас? Порше Да? Бушный Но Покупать Новый Лексус Арсалона Наверное В разы Безопаснее Чем покупать Двугодовалый Порше Ладно У меня Например На моем Порше Вся история Вы каждый Меня видите Вы знаете Какой пробег Что А если бы Например Просто Где-нибудь Машина На горизонте Появилась Могли И пробег Скрутить А мог Он где-нибудь Там побывать А мог Например Быть Утопленником Например На Мацессе Когда было Наводнение Или еще Что-то Правильно Сюрприз Много Может быть Много И простой Обыватель Не увидит То же самое Это касается И с Недвижимостью Недвижимость Безопасная Она стоит Дорого Когда Не хватает На то Что хочется Приходится Искать Альтернативу Стройка Всегда Риски И без разницы Есть просто Риски Меньше Есть Риски Больше Понимаете Но и там И там У нас Имеются Те самые Риски Редиски Понимаете И там И там Есть Те самые Риски И поэтому Поэтому Ребят Нужно Четко Понимать Что Волшебства Не бывает Когда Человек Стоит Перед Выбором Ты Всегда Ему Предлагаешь Что-нибудь Такое Безопасное Ну Безопасное Например 30 Квадрат Метров А вот Например Если в стройку Например Зайти Там Какую Да еще Стройку От непонятного Какого лица Например Можно взять 50 Квадрат Метров И Всегда Человек Сам Голосует Рублем И Сказать Например Что Например Ты продал Там Заведомо Проблемный Объект Нет Как бы Заведомо Проблемный Объект Вряд ли Кто-то Продает Умышленно Как бы Все равно Но В том-то и дело Что объекты Становятся проблемными Вдруг ни с того Ни с сего Например Мои коллеги Продавали Объект Который Называется Жилой Комплекс Эмеретинские Высоты Они Продавали Объект Который Строится По федеральному Закону 214 У которого Все нормально Все хорошо Они Продавали Его На законных Основаниях А в том Через год Раз И этот Объект Стал Незаконным Что вы хотите Скать Что Например Тот же Самый Риэлтор Взял И умышленно Продал Незаконный Объект Нет Он Продавал На законных Основаниях Он Продавал Объект Который Устроится По федеральному Закону 214 Где Договор Дулевого Участия Да Есть моменты Не полный Договор Что еще Но это Моменты Уже Это На эти Моменты У нас Продается Покупатель Либо соглашается Либо не соглашается Понимаете Ну Это так Либо соглашается Либо не соглашается Но факт Остается фактом Например Я Продавал Например Тот же Самый Например Жилой Комплекс Который Называется Искра Атланта Ипотека Материнский Капитал Проходили Через Все сделки У нас Договор Купли-продажи Договор Купли-продажи И Один прекрасный момент Раз У нас Меняется Мэр У нас Застройщик Что-то В Краснодаре Накосячил И соответственно Этот объект Взял И бросил Сказать Что я Заведомо Продавал Проблемный Объект Никто У нас Не может Скать Потому что Опека Проверяла Работники Сбербанка Проверяли Как бы Остринский Был На хорошем Счету Застройщика Все Но Что-то Пошло Не так Потому что Это Стройка Возьмем С вами Например Жилой Комлекс Атлантис Раз И один Прекрасный Момент Какие-то там Суды Были Искусственные Он раз У нас И завис И да Люди Получили Право Собственности На 3 года Позже Чем должны Были Сказать Что я Продал Проблемный Объект Да Можно Сказать Проблемный Объект Были Проблемные Объекты На тот Момент Проблемы Конечно Однозначно Проблемы Были Но Сказать Что я Продал Незаконно Нет Это Был Законный Объект Да Там Просто Одно Другое Хотела У нас Администрация Своё Поиметь И так Подобное Понимаете Но Все Разрешилось Бывают Конечно И другие Моменты Когда Не все Так Хорошо И прекрасно Разрешается Ну что У нас сегодня Закрыто Что ли Хотел Для вас Показать Хороший Домик Ладно В следующий раз Покажу Понимаете Поэтому Вот Например Вот Так У нас И происходит Есть Конечно Например Стройки Которые Изначально Строятся Например С разрешением На строительство Есть Определенные Моменты Есть Еще Что Нибудь И Само Собой Разумеется Как бы Риски Они Всегда Есть Например Если Мы возьмем Например Меня Например Да Например У меня Он Смотрите Вот Я купил Например Квартиру У своего Родного Брата Жилой Комплекс Весенний Сделка Проходила В Росреестре В этом доме Проходят Все Ножные Ипотеки Все А потом Один Прекрасный Момент Раз И одним Сменилось 20 Собствен Собственников Земли И Все И Взяли И Наложили Обременение На Землю Там Нельзя Ни Квартиру Оформить Ничего Сказать Что Мне Брат Продал Незаконную Квартиру Я Не могу Сказать Так Потому Что Сделка Проходила В Росреестре Другое Дело Что Я Не могу Продать Ну Ближайший Месяц Через месяц Должны Снять Понимаете Ну Или Например Если бы Я Эту Квартиру Продал Например Кому Нибудь Из Вас Сказать Что Я Продал Незаконный Объект Я Не могу Сказать Потому Что На тот Момент Когда Я Продавал Это Был Полностью Законный Объект Где Проходили Ипотеки Где Сделка Проходили В Росреестре И тому Подобное А потом Один Прекрасный Момент Что Раз В Сочи Проношло И данный Объект У нас Стал Ну Как бы Данный Объект У нас Стал Что Объект Законный Земля Видишь Неправильно Придана И таких Оказалось Целая куча Там Коттедж Поселок Себастьянов Там Подобное Целая куча Таких Вариантов Могу Привести То же Самое Что Касается Например Мы Возьмем С вами Многострадальный Что У нас Только Вчера Общался Возьмем С вами Коттеджер Поселок Который Называется У нас Эдельвейс На Мамайке На тот момент Когда Продавали Соответственно Была Долгосрочная Аренда На этот Участок На Юг Строим Монтаж И так далее И все Соответственно Все шло К тому Что У нас Шел Выкуп Земли И Должен Межевание Хотя Можно было Строить И на Арендной Земле Но на Арендной Земле Строить Не стали Многие Застройщики Строят На Арендованной Земле А потом Когда Дом Уже Поставили Соответственно Земля Уже Выкупается На основании Строительства Кто Разбирается Немножко Во всех Моментах Они Понимают Что я Говорю А потом Раз У нас И Оказывается Мацеста Чай Неправильно Выкупила У Неправильно Выкупила У администрации Ту самую Землю И Хотя Сделка Между Мацеста Чаем Например Юг Есть все чеки Есть У нас получается Договор Долгосрочной Аренде Регистрация В Росреестре Передача Но Признали Ничтожную Сделку До этого Которая И соответственно Автоматически Все потом Становится Тоже Мягко говоря Идет По Короче Поняли Как идет Сказать Что я На тот момент Продавал Незаконные Например Незаконную Получается Дома В стройке Вот именно Монцессе Не могу сказать Потому что Документы На это были Компания Зарегистрирована Все Договора Как положено Все было Но Раз в процессе И поменялось Почему люди покупали Там себе Те самые Земельные участки С договором подряда На те же самые Каркасные дома Потому что Цена была 2 миллиона 800 Потому что Если Аналогично Что готовы Взять Даже Например Даже Например Если мы возьмем С вами Хлебороб И так далее Уже стоило 10 миллионов 2 800 И 10 миллионов Разница Получалась Существенная Поэтому люди Покупали Не потому что Им хотелось Что за 2 800 Могли купить дом За 2 миллиона 800 Готовый построенный Каркасник На земле Они не могли купить Поэтому Они соответственно Что делали Рисковали И я рисковал У меня там есть 2 Да Общались Да Сейчас они берут Там как бы Пытаются Найти правду Потому что Они брали На законных основаниях Сделка была Через Росреестр А то что потом взяли И начали поголовно Расторгать Те самые Договора Аренды Там ферма Экзарха И там подобное Это уже Блин Это уже Ну мягко говоря Не хочу Говорить грубо Но Здесь уже Виноват был Не сам застройщик Не сам собственник Этой земли А так Или например Вы Да Взяли Купили участок Да Свои 6 соток А потом раз И выяснилось Спустя 3 года Оказалось Что у вас Участок Как-то был Незаконно Когда-то Был продан И так далее То же самое Что у моего друга Да Он купил себе Какую-то Машину Машину купил Да Мерседес Все Купил Полгода катался Потом пришли Тобрали Почему Потому что Видишь ли Машина От Юрлица К физлицу Прошло Как бы Не совсем Так Как нужно Потому что Там Видишь ли Подделали Подпись И продажа Прошла Без ведома Собственника Этой Где была Минимальная Точка Точка Входа Где Разрешение На Строительство Было Все Было Все Как Положено Все Но потом Раз И выяснилось Что оказывается И разрешение На Строительство Оно Может быть Поддельно А еще Бывает Разрешение На Строительство Можно Отозвать Как Это Происходит Например Можно Получить Разрешение На Строительство Дома Пришли К вам Десять раз Делали Отказ И вы Получили Разрешение На Строительство А можно Например Вам Сделали Несколько Раз Отказ Вы Взяли Пошли В суд И На Основание Этого Отказа От Что Не дают Разрешение На Строительство Суд Возьмет И Обяжет Например И Даст вам Разрешение строительства. Кстати, почти все многоквартирные дома у них как раз вот такая система, она идет через суд. Разрешение даны через суд. Тоже на эти моменты нужно смотреть. Также еще есть такое, что, например, кто-то берет и, например, может вам взять и помочь, например, помочь взять то самое разрешение. От того, как оно будет взято, никому не понятно. Потому что, если мы возьмем с вами реестр выданных разрешений, то в реестре выданных разрешений, я сейчас в телеграме нахожусь на земконтроле, они сказали, что в этом перечне, там задают вопрос, всего лишь 20%. 20% даже у земконтроля, которые подконтрольные разрешения. Не все они могут довести в базу и так далее. И очень тяжело докопаться до истины, было разрешение на строительство или не было разрешения на строительство и там подобное. И, конечно, бывают такие моменты, что застройщик, в том числе, может начать строить, а потом раз, он может куда-нибудь раз и пропасть. Такое тоже может быть. Поэтому, если мы с вами берем именно строительство, именно стройку, в стройке много чего может быть. Может застройщик умереть. Такое тоже было. Застройщик взял и умер. К примеру, возьмем с вами Green Park 2. Green Park 2. Застройщик Хадыр взял и умер. Что там сейчас будет дальше, непонятно. Он взял и умер. Бывает такое? Бывает такое. Или, например, привозьмем пример, например, сгутик. Был такой жилой комплекс. Строили, уже все два дома стояли, уже под крышу все. А потом раз и вынудили его продать. Ну и тот, кто покупал, они говорят, ну мы с этим разберемся, все нормально. А потом раз, говорил так, а потом раз, переобулся и все. И люди остались ни с чем. Хотя разрешение на строительство двух домов было, все было. А потом взял застройщик деньги, собрал, посмотрел, думал, и осталось-то вроде крышу и внутрянку сделать. А он берет и продает. Эти дома сносятся и выстраивается большой многоквартирный дом по федеральному закону 214. Вот вам и ответ. Непонятно, да, что произошло. Опять же, да, безопасно или небезопасно. Ну, ФЗ-2014. Жилой комплекс Ямайка. Люди покупали там по 45, по 50, по 60 тысяч рублей за квадратный метр. Те самые, которые у нас стоят, у нас те самые высотки, да, память архитектуры, память коррупции города Сочи. Строила у нас ростовская компания ВАНТ. Спустя 15 лет людям раздали компенсации по 119 тысяч рублей. Но за это время, за 15 лет, то, что стоило 40 тысяч рублей за квадратный метр, сейчас стоит 420 тысяч рублей за квадратный метр. Понимаете? И все равно люди оказались в жестоком, в лютом минусе. Все равно остались в жестоком, в лютом минусе. Поэтому, когда вы берете те самые, как бы, объекты, в том числе, когда вы берете авантюру в стройку, либо еще что-нибудь, ну, как бы, вы берете всегда эти все риски на себя. Всегда вам предлагают альтернативы, альтернативы, да, вот, например, ну, то же самое, да, купите Exit RX. Ну, как бы, это же риск есть, да, за 4 миллиона рублей. За 4 миллиона рублей можно взять, наверное, что-нибудь не китайское. Что-нибудь не китайское, ну, что можно взять не китайское за 4 миллиона рублей? Ну, можно, наверное, Киар есть купить, Киар Рио или еще что-нибудь. Но Киар Рио не хочется. Хочется полный привод, а мощнее, и ты берешь в ту самую альтернативу. Блин, 4 350 нету со всеми скидками, да, хотя так, если ты придешь, то салон 5 450 стоит. Значит, 5 350, не то вроде. Ты думаешь, а, ладно, попробую взять улицы рулить. Потом смотришь, улицы рулить, блин, 3 900, блин, все равно дороговато, все равно не гарантия, ничего. Потом смотришь, блин, вон он же Киригиза возит. Там вот у них ценовая куча стоит машин, во всяком случае, слушай, ну, там, ну, телесбор, я как на физлицо заплачу 5 тысяч, нифига не заплачу я, не 345 будет стоить, не коммерчески. Что-нибудь такое сделал. Потом раз, тык, 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 и что-то пошло не то. И все. А потом раз, блин, русификация, все-таки по-английски не очень, давай лучше русский язык. А здесь раз, еще соточка, да, русский язык взял. И пошло, пошло, поехало. И в итоге раз, получается дороже. А потом раз еще и выяснилось себе, какой-нибудь, может быть, почему вот я боюсь выбирать эти машины, вот эти параллельного импорта, а вдруг у нас каким-то сделать такие новшества, да. Например, вот, например, все машины, которые были растаможены, например, и сюда у нас были прыгнаны через Белоруссию, через Киргизию, через Казахстан. А вдруг наше правительство скажет, слушайте, ребят, давайте-ка вы, давайте-ка вы, вот, все-таки доплатите полную стоимость, вот, и все, чтобы вы могли двигаться. Можешь такое сказать? Может, 100%. Например, вы взяли там машину, например, которая растаможена, например, там, в льготном таможенном союзе, а в том раз и вам сказали, извини, у тебя на госслугах появилось, а теперь, пожалуйста, доплати, пожалуйста, за растаможку, раз ты ее эксплуатируешь в Российской Федерации, вот такую-то сумму. Помните, как раньше можно было там, можно было машины, да, как бы использовать на абхазских номерах, там, там, мираж, там, полгода раз въехал, выехал, и все, все покупали, все были довольны. В том раз закрутили и кирдык, и люди не знают, да, и абхазы у них эти машины по копейкам просто там, можно сказать, задарма выкупили. Мы не знаем, чего, какие законы могут быть и так далее. То же самое это касается стройки. Сейчас стройка такая, да, например, вот стройка, да, которая была Эльсинор. Я продавал к Эльсинору, я помню, был Ильдар, покупатель, да, я покупал и продавал ему, сделка была в Росреестре, соответственно, договор долевого участия. Там, все, все, потом раз, и застройщик куда-то делался. Ладно, сейчас, например, у нас, ну, имя Эльдара, если честно, вытрахал весь мозг, ну, реально, вытрахал весь мозг, как бы я его прекрасно понимаю. А сейчас взяли, как бы, другая компания и начали достраивать. Я уже спросил из-за этого, сказали, да, он получит свою квартиру, мы ему деньги не давали, ничего, он получит свою квартиру и так далее. Как вы думаете, спустя год, когда у нас достроится тот самый Эльсинор, Эльдар позвонит мне и скажет, Макс, ну, извини за что, что тебе наговорил всякую гадость по телефону, ну, вот, все-таки, да, позже, но я мою квартиру получил. Хотя в тот момент, когда мы с ним, я ему показывал этот Эльсинор, я ему предлагал альтернативу, он предлагал купить квартиру на транспортной, мелодии леса, он говорит, нет, вы мне это покупать за подло. Я предлагал ему еще варианты, он, не, не, не хочу, это не то. Я предлагал ему еще варианты на Мамайке, да, он, не, не, не хочу, я хочу, вот, чтобы у меня был вид, я хочу это, и все, я подожду. Но это же был его выбор, сказать, что там я его взял, там, обманул или еще что-нибудь, нет. Ну, ладно, вот с Эльсинором сейчас будет хороший конец, ну, серьезно, это будет хороший, это, как бы, один из лучших концов, который, да, не получит по факту свои, да. Или, например, у меня есть клиент, который купил квартиру в Южном море, соответственно, Южном море. Я ему квартиру не продавал в Южном море, но он увидел мой ролик, ему понравилось, и он пошел напрямую у застройщика, купил, напрямую у застройщика, нечего сделать, а напрямую у застройщика. А потом меня пытался упрекнуть и пытался мне вытрахивать мозг по поводу того, что вот, он не сдается, там территории нет и тому подобное. А я ему говорю, стоп, говорю, а я тебе продал? Он говорит, нет, вы мне не продали, вы мне не продали, но я увидел этот объект у вас на канале, связался с застройщиком, застройщик мне продал, но в этом, что я купил данный объект, виноваты вы, потому что вы его хорошо, красиво презентовали. Я говорю, а ко мне какие претензии? Ну, вот, помогите, чтобы мне застройщик вернул деньги. Я говорю, как? Я говорю, я как? Кто в этой цепочке? Ну, вот, я увидел ваш видеоролик. Может быть, в чем-то он и прав, а может быть, в чем-то и не прав. Или, например, есть у меня тоже один вариант. У меня есть одна интересная женщина, она увидела одну стройку, одну стройку, посмотрела, я даже то ее свозил, показал, все сделал, все. Ну, потом она передумала продавать, ой, передумала покупать. Она берет, на тот момент это была законная стройка, было все нормально, все хорошо, но что-то потом пошло не так. Потом выясняется, она начинает мне там, вот, вы рекламируете проблемный объект и там подобное. Выясняется, она взяла, приехала к застройщику. У застройщика взяла и купила только не она, а она помогла сыну купить, купить, соответственно, объект. Она получила за это комиссию, комиссионным вознаграждением. На своем сыне заработала. Да, я серьезно говорю, правда, заработала. И все. И вот так получилось. И, соответственно, второе. Второе уже застройщик просек, что, оказывается, она так вот сделала и все. И он сказал, говорит, извини, мы ничего не будем, потому что ты не риэлтор, ничего, этой женщине. Да, женщина лет 55, наверное. 50-55. Она, соответственно, берет, обращается к нам, говорит, вот, хочу, вот, вы срабатываетесь? Я говорю, ну, да. Говорит, у меня знакомая хочет скупить такой-то объект. Про это она умалчивается, она там купила, там, а две раз обманула. Хочу купить объект, точнее, у меня знакомая покупает, но я хочу комиссию. 50 на 50. Он думал, хорошо. Но, соответственно, берет и там рассрочка. Хорошо. Ну, в общем, берет рассрочку, пропорционально рассрочке 50 на 50. Получается, как бы, через ее, через ее покупает ее знакомая, она на знакомом наваривается. Соответственно, застройщик отдает ту самую пропорцию комиссии. Соответственно, чтобы мне не быть, не знаю, там, нечестным, я беру всю эту комиссию, перевожу ей на карту. Даже у меня остался скриншот перевода, все у меня осталось. Я ее перевожу. Сами, ни я, ни помощица, мы ничего не зарабатываем. И тут, когда нужно, чтобы была очередная внос по рассрочке, где мы бы уже могли заработать, мы бы могли заработать, застройщик куда-то сваливает. Ни с того, ни сего, ни ответа, ни привета, он куда-то сваливает. И уже два месяца нигде не появляется. Два месяца ровно нигде не появляется. Соответственно, эта женщина начинает предъявлять мне, что я продаю, точнее, показываю проблемные объекты, что там видишь. Я говорю, вы-то что? Я говорю, что я вам продал проблемный объект? Она говорит, нет. Я говорю, я что? Вы мне что сейчас хотите сказать? Я говорю, вы продали данный объект своему знакомому. Вы за это получили комиссионное вознаграждение. Я с этого ничего не получил. Да? Она говорит, да. Она говорит, ну вы могли бы получить. Я говорю, да, я мог бы получить, но я же не получил ничего. Она говорит, нет. Я говорю, и? Я говорю, вы на своем знакомом, тут выясняется как раз, тут как раз и выясняется, что она не только, она еще берет и своего сына, своего сына, берет так жестко и поимела. Ну вот так, знаете, я вот, например, родителям купил квартиру, обустроил там, дал им там и машину там и все сделал, да, у меня такой подход, да, дочери купил квартиру, дочери купил машину. А здесь женщина, ну, сын, раз есть, ну, ничего, я просто так же люблю родила, дай-ка я на нем еще и заработаю, тихомолочку. Я еще раз говорю, в Сочи, в Сочи, в Сочи, каждая собака, кстати, вот видите, может было через две сплошные линии развернуться, в Сочи каждая собака пытается вас пойметь. В Сочи каждая собака пытается вас трахнуть. И даже, если это ваши друзья, знакомые, если ваши это, как бы, ну, не знаю, это там близкие родственники, каждый. Вот, пример, женщина решила взять и просто поимела своего сына, потом поимела еще и своего знакомого. Прикольно же? Прикольно. Так вот, поэтому, и потом, соответственно, говорит, вот, как бы, если бы, говорит, не реклама того объекта, я бы там, ну, не посодействовала, не продала бы своему сыну, мне за это не заработала, и не продала бы другу сына, где тоже она получила свои комиссионные все. И то она, почему? Потому что с ней застройщик отказался работать, потому что, говорит, ты не риэлтор, ничего, ну, какого перепуга, говорит, ну, хочешь, говорит, там, получать, ну, потому что скидки никакие не делали, ничего, понимаете? Второй раз не проканал, такое тоже бывает. Ну, и, в общем, все. И так обычно, вот, тоже, у кого не проканывает, то, ну, как бы, начинается вот такая вот злая штука из бузулоков. Ну, все, и она все, она считает, ее обманули, ее то и все проблемной. Но, опять же, когда ты показывал этот объект, он не был проблемным. Но, ребят, я хочу еще раз, чтобы вы уяснили для себя раз и навсегда. Стройка, так же, как бушный автомобиль, это всегда огромнейшая зона риска. Если у вас есть возможность купить что-то, не знаю, там, дешевле, я понимаю, да, там, вы залазите в стройку, да, бывает такое. Или бывает даже в стройку залазить еще дороже, чем могли бы так взять. Но это все, это вы риски берете на себя. Стройка и безопасность, это не синонимы. Это, ребят, антонимы. И когда вы покупаете себе то или иное жилье, вы берете все риски на себя. Потому что на тот момент, когда вы покупаете, я привел примеров очень много, там, Эльсинор тот же самый, да. Возьмем с вами Искра Атланта тот же самый, да, например, да. Возьмем с вами, например, Эдельвейс тот же самый, да, как бы, вот по нему там, да, сейчас там идут, ну, не знаю, говорят, что там все нормально, все что-то сделать. Вот, ну, не знаю, я жду так же, как и ждут остальные, которые, кто покупал, как бы, это законно было. А вот уже дальше что бывает, да. Вот, например, вот представьте себе, вот я бы, например, вот взял бы, например, свою квартиру бы, не оставил бы дочке, а взял бы, например, перепродал бы, продал бы кому-нибудь. И что? Вот, как бы, на меня человек может, который купил, подать в суд, да, что я там его обманул, но он бы проиграл по одной простой причине, потому что я продавал ему свою квартиру, которую я купил, которая на тот момент, когда я продал, она была законная, все хорошо, все. А потом, каким-то чудесным образом у нас земля оказалась, видишь ли, не такая, какая и должна быть. Понимаете? Тут с готовыми, с данными домами бывает непонятно что, а вы умудряетесь еще залазить в стройку, при том, сомнительные стройки. Возьмем с вами апартаментный комплекс, да, в хородном городке, не буду говорить названия, и так уже много названий наговорил, так сейчас будут застройщики там мне потом написывать, названивать и так далее. По ФЗ-2014 все хорошо, но сейчас данный объект незаконно и вынесено решение суда о сносе, и что, сказать, что эта девочка продавала, например, мои коллеги продавали незаконное жилье? Не могу сказать, они продавали законное жилье, где сделка проходила в Росреестре и так далее. Но потом по решению суда выяснилось, что в 1974 году, в последующем, в 1996 году, как-то незаконно эти сооружения, которые потом отстроились, были переданы тем-то, тем-то. Понимаете? Вот, как бы так. То же самое, что, говорю, в Атланте взят, да, тоже мне говорят, вот проблемное жилье, это все. Люди получили квартиры, это ключи от квартиры, все. Как вы думаете, сколько человек тебе сказали спасибо? Сколько человек сказали? Спасибо, Макс, за то, что получили то, что есть. Ну да, даже два моих покупателя из 40. Остальные все равно считают, что ты во всем виноват, что как бы дома сдался на 2,5 года позже, чем он должен был сдаться. Все вокруг козлы и так далее. То же самое, что было с Босфором, то же самое, что было и с другими объектами, которые у нас периодически задерживаются. Да? Или, например, вот помню, в жилом комплексе Мелоди-Леса в один прекрасный момент взяли и на 9 месяцев отрезали газ. Потому что, видишь ли, до этого он был незаконным, ну, была незаконная врезка. И все. И я стал врагом номер один для своих соседей. Потому что, видишь ли, я им умышленно продал дом проблемный. Потому что, когда газ есть, а потом газа не стало, отсутствие газа это же проблема, значит, я продал проблемное жилье. Потом, да, когда газ все сделал, все, ну, ладно, как бы, это мы молодцы. Это просто мы на управляющей компании надавили, поэтому газ появился. Все. А риелтор нам продал проблемное жилье. Тут, поэтому, ребят, много моментов есть, много нюансов есть. И я могу сказать так. Когда есть возможность купить готовое зданное жилье, то нефиг выеживаться. Когда есть возможность купить Гранд Парк, нехрен залазить там в Флору, Летний, там, не знаю, там еще что-нибудь, понимаете? Когда Гранд Парк еще стоит еще и, к тому же, в полтора раза дешевле. По поводу этих участков и так далее. У меня у самого есть участок в Хобзе есть еще что-нибудь, где там тоже там еще непонятно что. Я уже думал, что в этом году начну там строиться, проводить эксперимент. А там до сих пор еще участок собственности перевели, обещают мне там до мая месяца переведут и так далее, понимаете? Как бы, ну тогда это был мой выбор, потому что я участок там в Хобзе купил там за миллион шестьсот, за пять соток. А аналогичный участок собственности и все остальное, он стоил пять миллионов. У меня пять миллионов не было. Я пошел на риски и я жду. Жду, как и все остальные, там, кто там покупал, жду. Я почему купил участок за миллион шестьсот? Ну потому что у меня пять миллионов на тот момент не было. Купил квартиру родителям, купил машину дочери, купил себе квартиру, купил квартиру дочери, купил квартиру тещи, там то, там все, там свадьбы, там на все ушло денег и все. И хочешь не хочешь, то я взял и, мягко говоря, вот как бы, ну бывает, что в самый неподходящий момент оказался без денег. И это вот свой выбор сделал, но это я выбор сделал. То же самое, что с машиной, например, да. Я взял, я вот Макса, да, вот давайте мы еще раз наберем, потому что, ну это как бы, я думал, что он уже должен, как бы. Я в тот момент, ну мне там Паша рекомендовал, мой друг Паша рекомендовал Макса. Он за него ручался, все. Сейчас так получилось, Паша говорит, ну что ж, ты же сам своей головой думал, да. Да, я Паше ничего не предъявляю, это был мой выбор. Мы с Пашей нормально общаемся, все. А то, что здесь пошло непонятно как, но это мой выбор был. Потому что здесь такая же машина стоила 2,5 миллиона рублей. А я захотел это в один момент взять за миллион 650. Секретарь Ева, здравствуйте. Понимаете? Да, Паша мне показал этого человека, да, еще что-нибудь, да, он работал еще в нашей компании элитной Сочи, да, еще что-нибудь, да, я взял и повелся. Алло. Да, Макс, я на прокате, я тебя чуть-чуть позже перезвоню. Скажи там, что-нибудь есть у нас положительное или нет, или все, что-нибудь с деньгами, там, или с машиной. Ты мне просто скажи, что-нибудь положительное есть или нет. Чего дальше делать? Ну, положительное есть, они говорят, приезжай, приезжай, будем разговаривать, вот что они говорят. Ну, разговор это же не возврат денег, правильно же? Ну, почему, а что еще? Ну, боже мой. Уже других вариантов нет, Макс, уже других вариантов-то нет. Я же не прошу какие-то компенсации, пускай мне мое вернут, мое, и все. Это все сейчас стало, я сейчас за миллион 800, даже Ладу Гранта не возьму, какой-то Мерседес, даже Гранта не смогу взять. Ну, это все понятно, и об этом речь как бы и идет. Я же не говорю, чтобы там они там мне вернули эквивалент, да? То есть сейчас бы все равно, что эквивалент, там, такая машина, например, сейчас стоит, минимум, там, 6 миллионов бы стоила, правильно, да? Какой 6? 8 миллионов минимум бы стоила такая машина. Да больше, больше. Даже больше, я же не говорю, пускай мне мое вернут, мое, я лично с них ничего не хочу. Хорошо, Максим, я тебе перезвоню попозже, ладно, вечером я тебе подробнее расскажу. Хорошо, хорошо. Давай, давай. И у меня бывает. И, например, тот же самый, когда я покупал себе Opel Frontera, да, купил вроде недорого, 160 тысяч, а машина вроде стоила такие 300-400, думаю, я самый крутой. А потом раз на первом посту ГАИ, а я оказал, что она не растаможенная, ничего, и все. Тут и ладно, там, как бы приехали мои знакомые, там, все смогли, а то еще могли ластом мне завернуть, понимаете? И все. А мне этот, говорит человек, блин, ну да, так вот получилось все. Готов, говорит, у тебя, говорит, выкупить ее обратно за 60. Я говорю, блин, ты что, дурак, что ли, все? А потом думаю, а что я буду с этой машиной делать? Я говорю, ну ладно, давай, говорю, за 60. Он говорит, а давай-то в рассрочку. Блин, ну давай в рассрочку. И все. И вот, получается, просто взял 160 тысяч, взял и подарил. Ну тогда кто был виноват? Я был виноват, я захотел джип, захотел там все, посмотрел, что цена ниже рынка. Да, купил, да, еще что-нибудь. Но потом раз и вперся. Ну это же я был виноват, а не кто-нибудь другой. Логично же? Логично. Поэтому, ребята, здесь то же самое, я могу сказать. Я всегда людей отговариваю от того, чтобы они покупали себе, тем более на последние деньги, в то или иное жилье. И зона риска большая и есть. Хотя начали мы за здравием, закончили за упокой. И здесь всегда вы берете на себя ответственность. Потому что сегодня объект может быть безопасный, а завтра, может быть, все поменяется. Как, например, с теми самыми домами, например, те же самые Меретинские высоты, те же самые Волна Резиденс. Да? Ни с того, ни с сего. Раз, раз. Например, тот же самый Элисинор, а потом раз, непонятно, что там с ним произошло. И таких примеров могу привести целую кучу. Застройщик. Сегодня-то застройщик номер один, да, который хорошо строит, все остальное. А потом раз, и оказывается, у него как бы не номер один, да. Взять там того самого Анзора Пруидзе, да, взять, к примеру, там. Взять там того же самого Астринского Дениса, да. Взять. И таких можно целую кучу перечислить. А потом раз, и все. Поменялась власть, и все поменялось. Поэтому, конечно же, конечно же, недвижимость. Но одно дело, когда вы купили, например, вот законно свой участок, да, все законно купили. И у меня есть многие, да, у меня есть Юра Сомска, который взял и отстоял участок, да. У него сняли арест и так далее. Таких примеров. А есть, которые там тоже, может быть, купили по какой-то схеме непонятной, да, то же самое, да, и пошло-поехало, понимаете. Лишь бы зацепиться. А зацепиться за все можно. За неполную сумму в договоре, за еще что-нибудь, за начало строительства без уведомления, да, уже нарушений там. Или еще что-нибудь. Таких примеров очень много. Я вам желаю всем безопасных покупок, хорошего, прекрасного настроения. И да, как бы ответственность риэлтор должен нести, все. Ну, ты не можешь, например, вот покупаешь себе квартиру, да, а в том раз оказывается, что земля, ну, в аресте. Как так-то погружается? Непонятно, правильно же? И таких моментов в Сочи, и не только в Сочи, очень много случается. Очень много случается. И здесь, конечно же, предупрежден, значит, вооружен. И я поэтому и всегда людям, всегда предлагаю альтернативу. Просто вот говорю, вот сейчас приехал снимать как Гранд Парк. Да, может быть, там как бы подъездные пути, может быть, это не центр, ты не выйдешь, не погуляешь. Но вы здесь купили, и все. И живете, и дышите спокойно. И ни о чем не думаете. Отлично, например, если взять за те же деньги стройку. То же самое. Согласны? Согласны. Всем доброе, пока.